Привет, мои дорогие любители саморазвития! С вами снова Юрий Пузыревский, и в этом видео я скорее вас буду расстраивать, чем буду вас окрылять, потому что это видео про управление эмоциями. Точнее, не про управление эмоциями, а о том, как прийти к управлению эмоциями. К записи этого видео меня сподвигло или сподвиг пользователь под именем Павел Афанасьев, который потом вдруг превратился в Валентину Афанасьеву. И был вопрос следующий. Как научиться управлять эмоциями? С чего начать? И как раз таки это видео будет посвящено тому, с чего начать. Многие люди ошибочно думают, что управление эмоциями это простой навык. Я могу сказать так, это навык не совсем простой, но его можно в принципе достаточно легко развивать, если к этому приложить определенные усилия. Давайте разбираться, почему так. Если отталкиваться от концепции эмоционального интеллекта Дэвида Карруза и Питера Салуэя, то есть четыре уровня способностей эмоционального интеллекта. Это идентификация, использование понимания и управление эмоциями. Что такое идентификация эмоций? Идентификация эмоций это по большому счету осознание, когда мы можем, испытывая какую-то эмоцию, самому себе сказать, вот я сейчас испытываю страх, либо восторг, либо восхищение, интерес и так далее. То есть мы должны эту эмоцию у себя каким-то образом идентифицировать, дать ей какой-то name, имя. И с этого начинается развитие эмоционального интеллекта. Потому что если мы, я уже снимал об этом видео, но наверное не такое эмоциональное, наверное слишком короткое. Если мы пытаемся управлять тем, чего мы не знаем, то мы по большому счету не можем этим управлять. И первый шаг это идентификация, это умение осознавать и идентифицировать, что же сейчас со мной происходит, какая эмоция сейчас происходит во мне. Вот прям сейчас напишите, напишите в комментариях, какую эмоцию вы испытываете, просматривая это видео. И я уверен, что на этом шаге у многих начинаются проблемы. А что же я сейчас испытываю? Я вот например сейчас испытываю эмоцию интереса. Вот как бы не странно это звучало, я сейчас и возможно где-то немножко ожидания. Я сейчас обращаюсь внимание к своему телу, я вам напомню, что эмоции живут в теле. И эмоции это реакции, реакции нашего организма на проявления во внешней среде. Вот этот навык стоит изначально развивать. Идентификация. Чуть позже я расскажу, как его начинать развивать. Но давайте пройдемся в принципе по всем уровням способностей. То есть научились идентифицировать, научились эмоции называть. Окей, круто. Это первый навык и с него стоит начинать развивать эмоциональный интеллект. Дальше идет второй навык. Это использование эмоций. Сейчас более подробно расскажу, что такое использование эмоций. То есть мы идем как бы сверху. Идем по ступенечкам. Использование эмоций это когда вы испытываете какую-то определенную эмоцию. Вы ее уже проидентифицировали. Вы уже знаете, что вы эту эмоцию сейчас испытываете. И вы можете в соответствии с этой эмоцией подобрать какую-то задачу для себя. То есть вы не меняете эмоцию, а пользуетесь той эмоцией, которая есть в вас сейчас. То есть зачем менять эмоцию, если можно вот любую практически эмоцию найти определенный род деятельности. Ну например в печали можно заниматься какой-то рутинной работе. А допустим в состоянии радости, наверное, рутинная работа не подойдет. Состояние радости подойдет больше для креатива. То есть вот вторая ступень это уметь подбирать какой-то определенный род деятельности под уже существующие эмоции. И это прям очень важно. Третья ступень понимания эмоций. То есть когда мы понимаем благодаря чему происходит та или иная эмоция. И мы можем как бы уже управлять своей реальностью для того, чтобы иметь возможность уже отчасти где-то и управлять своим эмоциональным состоянием. Ну например вы знаете, что какой-то человек вас раздражает. Возможно вы можете минимизировать свое общение с этим человеком, чтобы не испытывать эмоцию допустим отвращения. Да, такое тоже может быть. И это тоже уже отчасти управление эмоцией. Но это еще пока уровень понимания. То есть мы понимаем, что во внешней среде вызывает у нас какие-то определенные эмоции. И уже четвертый только уровень это уровень управления эмоциями. Могу сказать так, что самый сложный уровень это идентификация. Во всяком случае для меня и для многих тех, кто обучался эмоциональному интеллекту. Потому что когда ты научился свои эмоции называть, то уже использовать, понимать и управлять эмоциями становится очень легко. И вот чаще всего на этом шаге люди сливаются. Люди сливаются, поэтому я думаю, что меня смотрят достаточно осознанные подписчики. И вы не сольетесь. А давайте теперь переходить к инструментарию. То есть про управление. Коротко завершу. Когда вы уже знаете, какая у вас эмоция, вы начинаете искать инструменты для того, чтобы эту эмоцию изменить. Но вы ее ни в коем случае не можете изменить. И более того, вы знаете, на какую эмоцию вы хотите изменить. Ну допустим, вы сейчас смотрите это видео и испытываете по какой-то причине печаль. Давайте я попробую вам помочь изменить эту эмоцию. А вспомните ваше любимое блюдо сейчас. И представьте, как будто вы его кушаете. Например, мороженое. Мороженое – мое любимое блюдо. И я сейчас представляю, и у меня уже появляется радость. То есть если я испытывал эмоцию интереса, то я ее сменил на радость. Ну и так далее. Потом, как управлять эмоциями. Я буду снимать дальше видео. То есть мы будем двигаться постепенно. По всем ступеням, по всем способностям эмоционального интеллекта. Но для начала, для начала, ну вы не сдвинетесь с мертвой точки, если вы не начнете эмоции идентифицировать. Для того, чтобы развивать навык идентификации эмоций, я рекомендую завести некий такой словарик эмоций. Вы это можете сделать в блокноте на бумаге, но желательно, чтобы он был у вас под рукой. Либо сделать какую-то заметку в вашем мобильном гаджете и туда вписать, не скопировать, а вписать. Вписать эмоции и что они обозначают. Я рекомендую концепцию Роберта Плутчика. Почему? Потому что, на мой взгляд, во-первых, у него достаточно широкий диапазон эмоций рассмотрен. А во-вторых, там немного эмоций и там их и немало. Забейте в гугл колесо эмоций Плутчика и вы получите вот такую картинку, где в виде цветочка, можно так сказать, в виде цветка расположено 24 эмоции всевозможных. И там еще есть чувство. Что такое чувство? Это смесь неких эмоций. Когда, допустим, вот я сейчас, у меня открыто, интерес смешивается с радостью, то получается оптимизм. То есть, посмотрите, посмотрите, это очень интересный инструмент. Но давайте еще минимизировать задачу для того, чтобы вы могли лучше это научиться делать. Плутчик выделяет 8 основных базовых эмоций у человека. Я рекомендую начать именно с них. Какие-то эмоции. Злость. Ну, что такое злость? Злость вы испытываете, когда у вас есть какой-то противник. Причем противник не в прямом смысле слова, что вы деретесь с кем-то, а в том смысле, что, ну, допустим, противник может быть и в коммуникации, да, в каком-то общении вы понимаете, что на вас делают какие-то, на какое-то нападение. И если вы чувствуете, что вы сильнее этого противника, вы будете показывать злость. Аааа! Собаки показывают злость, когда лают очень часто. Когда они понимают, что противника они победить могут. Знаете, есть такая штука, когда собака, маленькая собачка бегает за забором. Она понимает, что она в безопасности и проходит мимо человек с большой собакой. И она показывает сначала злость. Сначала показывает злость. Но если эту собаку выпустить из-за забора, где она уже будет в небезопасности, она будет показывать страх, то есть убежать. Она начнет убегать. Ну, такая метафора, ну, чтобы вы понимали, чем эти эмоции, в принципе, отличаются. Да, то есть, когда у вас есть какой-то противник, если вы понимаете, что вы можете его одолеть, то вы будете показывать злость, будете зубы показывать. Если вы этого противника как бы боитесь, то вы будете показывать эмоцию страха. Вы будете ее испытывать и вы ее будете демонстрировать. Эти эмоции, они глубоко зашиты в нас. Дальше, следующая эмоция – радость. Эту эмоцию очень часто испытывают мужчины, когда понимают, что у них будет секс. секс, когда они понимают, что у них будет хороший вечер, так скажем. Да? И если вдруг мужчина, который предполагал, что у него будет сегодня хороший вечер, получил отказ, его спутница ушла с другим, то он испытывает что? Печаль. Печаль, да? То есть, обратите внимание, как вы эти эмоции у себя внутри испытываете. Следующая эмоция – это доверие. Эмоцию доверия мы испытываем очень часто. Особенно она часто проявляется, когда мы употребляем пищу. Когда мы видим какую-то, ну допустим, шашлык, мясо видим. Видим шашлык и мы испытываем доверие. Мы хотим его съесть. Да? Мы испытываем такой хороший приготовленный шашлык. Но, если вдруг мы подходим к этому шашлыку и начинаем испытывать какой-то запах неприятный, и мы понимаем, что этот шашлык, он вообще может быть опасен для нашего здоровья, тогда мы испытаем отвращение. Мы не захотим его есть. И вот эта эмоция отвращения, она очень мощная, и она очень часто сопровождается неприятными запахами. Кстати, обратите внимание на запахи. Отвращение включается в первую очередь через запахи. Что это значит? Если от человека неприятный запах исходит, такое очень часто бывает в семейных парах, что кто-то не очень приятно пахнет. И вроде как сказать тебе, пойди почисти зубы или пойди помойся, это не очень культурно. Но отвращение человек будет испытывать. Допустим, муж плохо пахнет. Если он будет продолжать плохо пахнуть, берите на вооружение, мужчины особенно, сейчас жара, лето, очень много неприятно пахнущих мужчин ходят. в городе. Поэтому имейте в виду, что вы можете вызывать негативную, скажем так, условно говоря, в кавычках, я об этом снимал видео, негативную эмоцию, неприятную эмоцию, только из-за запаха. Вот это прям очень важно. Следующая эмоция – это удивление. Удивление мы испытываем, когда происходит что-то новое, неожиданное для нас. Причем это происходит постоянно. И обычно, как правило, когда человек удивляется, он замирает. И нельзя эту эмоцию как бы отнести к чему-то позитивному или к чему-то негативному. Ну, просто происходит удивление. Я даже не знаю, как это описать. То есть вы тоже это испытываете. Возможно, когда вы видите что-то новое, когда вы видите что-то, чего вы не ожидали, либо какой-то шорох произошел, либо какое-то, ну, вот что-то такое новенькое, вы чаще всего скорее испытываете удивление. И когда вы испытываете удивление, есть еще вторая эмоция, которая называется «интерес». Вы думаете, а не пойти ли мне посмотреть, что там будет? Вот эти базовые 8 эмоций очень рекомендую прям записать от руки в свой блокнот, либо в свой электронный документ, который у вас всегда под рукой, да, сделать некий словарь эмоций. А еще лучше выпишите все 24, которые Плучик рекомендует в своей теории. Когда вы их запишите, у вас уже будет такой некий подручный инструмент, с помощью которого вы будете себе напоминать вообще в принципе о эмоциях. И лучше минимум 3 раза в день, а лучше 10 раз в день задавайте себе вопрос, а что я, какую эмоцию я сейчас испытываю? Когда вы будете задавать вот 3 раза в день, хотя бы 2-3 недели, вот этот вопрос и находить на него ответ, вы тогда уже начнете понимать, что с вами происходит и на что это можно изменить. В дальнейших видео я буду снимать о том, как же все-таки использовать эмоции, как их понимать, как развивать эти навыки и как ими управлять. Но для начала обязательно, обязательно тренируйте. Тренировка простая. Делаем словарь эмоций и 3 раза в день задаем себе вопрос в любое время, что я сейчас испытываю. И даже вы, когда будете заполнять вот этот свой дневник эмоций, вы обратите внимание, что не всегда вы испытываете радость и не всегда вы испытываете, допустим, восторг. И это нормально. То есть, смотрите, эмоции, они в нас зашиты, условно говоря, генетически, да, в процессе эволюции. И то, что мы испытываем часто страх, часто может быть какое-то неудовольствие и так далее, это тоже нормально. И это те базовые вещи, которые помогают нам выживать и адаптироваться к новой среде или к уже привычной среде. Друзья, напоминаю, что у нас на канале идет конкурс комментариев. Чем больше вы будете писать качественных комментариев, тем больше у меня будет выбора, тем лучше вы для меня запомнитесь. И я выберу одного или двух человек, который чаще всего комментирует и задает толковые вопросы. И дам этому человеку хороший бонус. Я запущу этого человека на курс NLP Practic Online совершенно бесплатно. Поделитесь этим видео со своими друзьями, пишите комментарии, ставьте лайки. Если это видео было для вас полезным, рекомендую обязательно посмотреть еще другие видео на моем канале. И будьте здоровы! С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok